урока. Секунду. Я открываю. Стоп. Радей, секундочку. А у нас зависть включена? Что-то не видно. Что? Да. Так. Секунду. Я включаю. 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 Так. Внимание. Вот. Ну. Внимание. Не знаю. Давайте я рискну. Начну с такой. С короткой рекламы. Сейчас мы. Есть. Видно изображение? Нет. Пока видно твою папку. Нажми на него. Раскрою его. Окей. Так. Это значит, что нам нужно сделать вот такую вещь. разрешение. Вот это книги, которые служат основой для наших занятий. Да. Это комментарий. Подробный комментарий. Развернутый комментарий к книгам пророков. Вплоть до книги Малахим Алип. Сейчас идет работа над книгой Малахим Бетт. Да. И есть книга Ихискееля. Половина. Идет работа над второй книгой Ихискееля. Очень рекомендую параллельно с занятиями смотреть текст этих книг. Может быть, вы найдете какие-то повторения. Но всегда устная и письменная речь, устная и письменная Тора, они дополняют друг друга. Теперь, после этой короткой рекламы, мы с вами делаем вот что. Мы открываем с вами текст. Открываем текст. текст. Вот. Секунду, секунду. Текст. И продолжаем. Продолжаем. Очень мне неудобно, потому что каждый раз надо... Иван, мы с вами остановились на том моменте, когда Давид Когда Давид убегает от Шауля, мы помним, что последняя попытка Иоанна выяснить у отца, изменился ли он, изменилось ли его мнением после того, как он пережил сильнейшее пророческое откровение под влиянием Шауля в Навиот. И ему было что-то, что-то должно было открыться. Как он воспринял это пророчество, мы понимаем, что пророчество можно воспринять по-разному. Очень интересно, что у человека всегда остается свобода выбора, даже у пророка остается свобода выбора. Он может воспринять пророчество, он может закрыться от него, он может воспринять его верно и может воспринять его неверно. Когда пророк воспринимает неверное пророчество, он становится уже пророком. Трудно сказать это про Шауля, нету таких комментариев, но мы понимаем, что по крайней мере пророчество у Шмуэля, в доме Шмуэля, ему ничего не дало, и он остался в таком же состоянии, как и был. И Давид, после того, как Енатан сообщает ему, что отец не изменился и замышляет убить его, Давид убегает. Вы помните, что он бежит в город Нов, бежит к первосвященнику. Перосвященника он обманывает, говорит ему, что он вышел на задание царя, и что его юноша находится недалеко. Он берет у Ахимеля, сына Ахитуба, берет меч и берет хлеб и отправляется дальше. Там же находится Доек. В Мишкане находится Доек. Мы с вами говорили о Доеке, что он начальник Саглядата и Шауля. Человек он очень интересный. Он или, может быть, его отец принял Юр. Сам он происходит из Амалика. Человек с прекрасными знаниями, прекрасным аналитическим умом. Но у него не хватает очень важного элемента. Не хватает сердца, не хватает чувствительности. И здесь знания не срабатывают. Говорят, что Доек мог построить башни, которые висят в воздухе. Башни, которые могут висят в воздухе. Так нам говорит трактация «Лебрим». Это очень интересное определение. Человек, который теоретизирует, относится теоретически к любому галактическому моменту. И у него не включается сердце, не включается чувствительность, не включается отношение к людям. Он превращается не в галактического авторитета. Он превращается в теоретика. Но, кроме того, у него было огорвение. И, как мы помним, он отрицал традицию, которая передавалась от Буаза через Шмуэля. О том, что женщина из Моава, принявшая Геюр, может выйти замуж за кого она хочет. И поэтому родословная Давида, она никоим образом не подпорчена. Доек отрицал эту традицию. Он утверждал, что запрет жениться или выходить замуж за кого бы то ни было, кроме как таких же людей, которые приняли Геюр из Моавы и Омона, он распространяется на всех, и на мужчин, и на женщин. Это была посылка Доека. Он подозревал Давида в том, что у него, скажем так, подпорченные родословные и так далее. Это Доек. И вот Доек там был. И мы с вами продолжаем. Мы продолжаем с вами дальше, пробираемся дальше. И снова Давид отправляется куда? Давид отправляется к филистимлянам. Нужно представить себе человека, который не может ни зайти ни в одно селение, ни в один город. Его все знают. Шауль тут же узнает, что он был там. И он одет неподобающим образом, и это вызовет подозрения людей. Он не доверяет никому, что его не выдадут царю. Где он может быть? Только в пустыне. Только в пустыне, с голыми руками, без еды. То есть, это жизнь невыносимая, если так вообще можно выжить, без возможности где-то получить продовольствие, где-то получить воду. Его решение пойти к филистимлянам, к царю Ахишу, для того, чтобы наняться к нему на службу. На что он рассчитывает? Только на одно, что его филистимляне не узнают. Есть ли такая вероятность? Может быть, и есть. Очень маленькая. Может быть, рядом с Ахишем нет людей, с которыми он сталкивался в сражении. И он останется неузнанным. Но в любом случае, он отправляется в Гатт, отправляется к Ахишу. И сказали слуги Ахиша. Давид, видимо, приходит, говорит, вот я воин, у меня есть меч. Я готов сражаться как наемник в рядах твоих воинов. И слуги Ахиша говорят ему, узнают, ведь это Давид, царь страны этой. Мы видим, что филистимляне относятся к Давиду как к царю. Он бы выходил сражаться. Его хвалили, постравляли больше, чем Шауля. Они считают его царем страны этой. Разве не ему прозглашали в хороводах, говоря, поразил Шауль свои тысячи, а Давид десятки тысяч его. Филистимляне, у которых существует некоторое подобие демократии, у них управление не царское, а не в каждом городе есть. Каждым городом правит представитель народа, выбранным народом. Они считают, что если народ так относится к Давиду с большим уважением, чем к Шаулю, Давид, ты царь земли. И положил Давид слова эти на сердце себе и устрашился очень Ахиша, царя гада. Ну, конечно, он положил себе на сердце. Конечно, он испугался. Он рассчитывал на какой-то небольшой шанс. И вот его узнали. «И изменил свое сознание в глазах их, и буйствовал в руках их, и чертю на воротах, и пускал слюну по своей бороде». Давид притворился сумасшедшим. Здесь, как и во многих других случаях, ему была помощь свыше. Очень трудно притвориться сумасшедшим. Очень трудно пускать слюну так, чтобы это была не просто слюна, а чтобы пена шла изо рта. Так, чтобы зрачки глаз закатывались так, что их не видно. Это надо было быть каким-то очень талантливым актером и заранее тренироваться. Но здесь была помощь свыше Давиду. И когда мы сейчас обратимся к Салму, который рассказывает об этом моменте, мы с вами это увидим. Всевышний действительно послал ему на какое-то время сумасшествия. Состояние очень сложное. Видимо, Давид несколько понимал, что происходит в какой-то степени, по крайней мере. В какой-то степени он действительно потерял контроль над собой. И вот у него и пена изо рта. И он чертит полосу на дверях ворот. И понятно, что когда он чертит, на него смотрят люди же. Они же тоже не глупые, люди опытные. Он видит, что перед ними сумасшедший. И сказал Акиш своим слугам, вот посмотрите на человека, который сходит с ума, зачем вы привели его ко мне? Не хватает мне сумасшедших, чтобы вы привели этого сумасшествовать у меня. Такой ли войдет мой дом? Все помощь Всевышнего была и в том, что в этот день, как говорит Медраша, основываясь на этих словах Акиша, не хватает ли у меня сумасшедших в доме, что его дочь и его жена, они сошли с ума и вели себя подобным образом, как вел себя Давид. То есть представилось, что есть некоторая болезнь или, как говорили, влияние какого-то божества. И для него главное, он расстроен, и для него главное, что этот человек сумасшедший, он просто не хочет расследовать, кто он и что он, он просто выгоняет его. И Давид спасся явно чудом по воле Всевышнего, который помог ему на какое-то короткое время стать сумасшедшим, сумасшедшим, и который не дал Лохишу посмотреть на него, как на воина, как на того, кого подозревают, что он Давид, который многих убил, как фелестимлян. Убил, многих фелестимлян убил. Вот мы с вами возьмем теперь следующий корец. Так, сейчас, секунду, я открываю с вами псалом царя Давида. Так, и открываю демонстрацию экрана. Мы видим псалом, нет? Псалом не видно? Да, видно. Это 34-й псалом, да, когда он, псалом Давида, когда он изменил свое поведение, притворился безумным, скажем, да, не сказано, что он здесь сошел с ума, но он изменил таму, как бы причины своего поведения. Человек нормальный, у него видно, что является причиной его поведения, уважения к кому-то, неуважения, он понимает ситуацию. Здесь он изменил причины своего поведения, но есть какая-то причина, и другая поведение у него есть. Ему открылся духовный мир, и он ведет себя иначе. Перед Авимелихом и был изгнан, и ушел. Благословлять буду Бога во всякое время. Хвала ему непрестанно в устах моих. Говорят, что Давид, который много размышлял о мире, и, естественно, он искал причину, почему в мире есть зло и несовершенство, как-то он сказал перед лицом Всевышнего, что я понимаю все, что ты сотворил, кроме безумия. То есть человек, который полон, у которого есть разум, и у которого, тем более, есть такой разум, можно сказать, божественный, как у Давида, когда он повсюду видит божественное присутствие. Есть у него и способности анализировать, и чувствовать. Это для него как бы все, вот эта для него связь со Всевышним. И вдруг он представляет себе сумасшествие, когда человек теряет эту связь со Всевышним. И, кстати говоря, для него самое большое сумасшествие, когда человек думает, что он сам, он без Всевышнего. Мы, может, в дальнейшем увидим еще и сможем это доказать с вами. Он думает, что человек, который сам, он может делать все сам, и это самое большое сумасшествие, он оторвался от Всевышнего. Но в любом случае утратить разум, утратить чувство, которое тебе дает связь со Всевышним, я не понимаю, зачем это говорить. Теперь он говорит, да, Всевышний ему сказал, я тебе покажу, я тебе, я сделаю и так, что ты увидишь, что сумасшествие тоже нужно. Но здесь есть не только внешний, естественно, не только внешний момент. Сумасшествие, сумасшествие нужно. В этот момент сумасшествия Давиду, Давид поднялся на какой-то такой уровень, который не может человек, скажем, у которого сохраняется логика, у которого сохраняется связь с этим миром, он не может подняться. Здесь его связь с этим миром оборвалась. Он куда-то, скажем, как говорят, вылетел в духовный мир. Там ему открылись многие вещи, которые ему не открывались, когда он искал связь с Всевышним через материальный мир, через божественное присутствие повсюду. И поэтому он говорит, благословлять буду Богом во всякое время. И идея этого псалма, что все благо. и, скажем, то состояние, которое казалось злом, сумасшествием, это тоже благо. И поэтому во всякое время буду благословлять Всевышнего. Хвала ему непрестанно в устах моих. Не то, что я за одно хвалю, а другое нет. За все, за все непрестанно хвала ему в устах моих. Богом будет хвалиться душа моя и услышит смиренный и возрадует смиренный. Здесь люди скромные, которые не предъявляют претензий ко Всевышнему, не говорят, что это хорошо, это плохо. Они ведут себя несколько скромнее. И основа этого псалма, я просто боюсь сейчас разбирать его подробно с вами, начать. Основа этого псалма заключается в том, что Всевышний, что Давид пережил такой момент, когда он понял, что все, что делает Всевышний, все, что творит Всевышний, это благо. Не то, что понял, потому что понять это невозможно. Разумом это понять невозможно. Он соприкоснулся с духовным миром, в котором раскрывается благо Всевышнего, можно сказать, полностью, или, по крайней мере, не так, как в материальном мире. И он пережил этот момент и ощутил этот момент. И память об этом моменте идет с ним постоянно. С одной стороны, с одной стороны, сумасшествие, отрыв от материального мира полностью. С другой стороны, какое-то раскрытие высокой духовности, которую он раньше не переживал. это, чтобы нам немножко представить такую внутреннюю жизнь Давида, моменты поднятия на высокий духовный уровень в такой ситуации, когда ты совершенно этого не ожидаешь. Вот Псалом очень сам по себе интересный. Я ищу как бы нам зацепиться сейчас одну секунду еще за какую-нибудь строчку. В книге «Зор» выделяют вот эту строку. Стоит станом ангел Бога вокруг трепещущих перед Богом и спасает их. Говорят, что с Иаковом ходил стан ангелов, много ангелов. А здесь Давид отражает какое-то духовное состояние еще больше того, которое было у Иакова. Вокруг него один ангел. То есть некоторая цельность и в плане защиты, и в плане того духовного мира, куда он поднялся. То есть единство и цельность вокруг него, вокруг него стоит ангел. Эта цельность защиты определяется тем, что человек понимает, что все благо. Мы понимаем, что даже Яков, если он даже понимал теоретически, то такого момента ощущения, что от Всевышнего исходит только благо, он не достиг. А вот Давид достиг, и потому он удостоился такой защиты, как бы цельной, у которой нету трещин, у которой нету каких-то зазоров между ангелами, которые его охраняют. Это один ангел. И тогда мы с вами немножко с вами понимаем дальнейшие его слова. Он говорит так, вкусите и увидите, что добр Всевышний. То есть можно по-другому, и нужно перевести. Таму, уру, китоба, чем. Попробуйте, и вы увидите, то есть совершенно явно убедитесь, увидите, явно убедитесь, что Всевышний – это добро. Вот, может быть, это квинтэссенция этого псалма. Попробуйте, увидите, что Всевышний – это добро. Счастлив человек, полагающийся на него. Не всем удается такое раскрытие, когда человек вдруг видит только добро, только благо, только духовный свет. Счастлив человек, который в это верит, счастлив человек, который полагается на Всевышнего, идет за Всевышним с полной уверенностью, что от Всевышнего исходит только добро. и дальше Давид продолжает, и это известный псалом, который часто повторяет, повторяю, да, придите, сыновья, слушайте меня, богобоязненности, трепету перед Богом я научу вас. То есть Давид понимает, что не все, далеко не все, смогут пережить такое состояние своей жизни, и он хочет передать каждому и каждому ту тайну, которая у него есть, чтобы он хотя бы с ней соприкоснулся. Человек, желающий жизни, любящий долголетие, любящий видеть добро, стереги язык свой от зла и уста свои от лживых слов. Он говорит, есть очень один существенный рецепт. Он не работает на внешнем уровне, но если у человека есть глубокое убеждение, что все благо, пусть он не говорит, что Всевышний сотворил что-то зло, что-то плохое, что-то плохое в мире, это дает связь со Всевышним, дает прямую связь со Всевышним, а значит, продляет дни жизни человека, потому что у него есть связь с источником жизни, который он не обрывает. И уста свои от лживых слов никогда не говорит, середистый язык от зла, не говорит, что Всевышний сотворил что-то зло. Зло. И то же самое если скажешь, что Всевышний сотворил зло, это ложь, да, середистый язык от зла и уста от живых слов, вот так поступает человек, который хочет жить, который хочет жизни, да, не только ее длительности, но и полноты жизни, и ощущения жизни, да, вот любящие долголетия и те, кто хотят видеть добро, никогда не говорите, что Всевышний сотворил что-то во зло, да, что бы вам ни казалось, как бы, как бы ни складывалась ситуация, что угодно, но только не говорите, что Всевышний сотворил что-то во зло, да, и так далее. Здесь много слов очень важных, много важных слов, но мы, я надеюсь, несколько поняв вот это состояние Давида, мы с вами вернемся к нашему тексту. Если хотите, давайте, пожалуйста, если вы хотите что-то спросить, я могу попробовать могу попробовать ответить. Можно вопрос? Да, пожалуйста, да. Равзиев, вы сказали, что Дуэг был из народа Амалек. Да. Известно, что Шмуэль, прошу прощения, Шауль был, так сказать, отречен, отставлен от царского достоинства именно за то, что он не до конца уничтожил этот народ. А тут выясняется, что его там, не знаю, правая рука, его ближайший советник из народа Амалека и все, без этого. Да, замечательно, да, хорошо, что вы спрашиваете. Вот, можем с вами вспомнить, что когда Шауль вышел против Амалека, то один, одним из его советников, который, одним из его советников, который посоветовал ему не гоняться за каждым и каждым Амалекитянином, захватить царя и заставить его раскаяться, так сказать, отречься от идеи, от идеи убийства сыновей Израиля, и тем самым, тем самым, не что же Амалека, как считал, его советник, этот советник был доик, то есть он уже был и великим мудрецом, и занимал большое положение при дворе Шауля, высокое положение при дворе Шауля, то есть он уже был там. Он, скорее всего, доик, не сам принял ги-юр, а может быть, его отец, может быть, его дед приняли ги-юр. А Галаха, как отмечает Рамбам, она такая, не выходит на войну, не против народа и даже против одного человека. Мы понимаем, на примере Давида можем представить себе, что есть понятие войны против одного человека, без того, чтобы предложить ему мир. Это относится и к Амалеку. Амалеку можно предложить мир. если Амалек, Амалекитяне захотят принять ги-юр, то им нельзя в этом отказать. Это дополнение, это дополнение к Галахе, которое говорит о том, что есть обязанность истребить Амалека. Это похоже на семь народов, которые также есть обязанность либо изгнать, либо истребить. Если они хотят принять ги-юр в любой момент, то и как мы это видели во времена и Ашуа, они могут принять ги-юр. История с Дойгом очень сложная. Она показывает нам, что есть испорченность души, которую, наверное, человек может преодолеть, но это сделать очень и очень трудно. Не думаю, что это относится к кому-нибудь какой-нибудь скажем другой нации или цвету кожи, но с Амалеком и, кстати, мы видели и с ОМОНом и Моабом по-своему, есть испорченные души, которые трудно преодолеть. В старое доброе время, когда были все народы на своих местах и существовал и дом, и существовали египтяне, то мы помним, что есть Галаха, что тот, кто из Идома, тот, кто пришел и принял Гию, мужчина или женщина, в течение трех поколений они не могут заключить брак с кем-то другим, кроме как из выходцев и своего народа, который также приняли Гию. Только, скажем, в третьем поколении человек из Идома мог заключить брак с кем он хочет. Очень как бы скажем, очень трудно смотреть на вещь такими глазами, что вот есть испорченный души и так далее, но видимо это есть, это присутствует. Мы знаем, что в наше время все народы перемешались, никто не смотрит, кто из-за дома, кто из откуда-то или из-за Малика, невозможно это определить, поэтому все эти нюансы, они отодвинуты как бы на задний план. Непонятно, когда-нибудь это возникнет, или это голоха, который действовал только в древнее время, после того, как пришел Санхериф и смешал все народы, все как бы в равном положении. Но вот глядя назад, мы видим, что была разница между народами. Омон по-своему, Муав по-своему, Идом, египтяне по-своему, да, и с Амалеком как бы та же самая история. Амалек, кстати говоря, который, он как часть Идома, если он принимает Геюр, он только в третьем поколении, через три поколения мог заключить брак, с кем он хочет. Вот это то, что касается Галахи, то, что нам позволяет понять эту ситуацию. Понятно, Шкоях, спасибо большое. Теперь, что-то хочется еще спросить? Вот я вижу Наталью. Добрый вечер, да, я воспользуюсь вашим приглашением разу задать первый вопрос. Я тут пересекла с Ефимом. Ефим, простите, у меня получилось быть чуть-чуть раньше. Да, спасибо большое. Равзеев, вот подскажите мне, пожалуйста, я правильно понимаю или нет касательно состояния Давида, вот этого вот измененного состояния сознания, которое можно назвать сумасшествием. Вот это, в принципе, стало результатом его скитаний, страданий, да, какого-то вот нового состояния души в этих вот скитаниях. и в итоге через вот этот вот как бы слом произошло раскрытие того, что он во всем увидел добро. И как-то так, правильно ли я понимаю? Да, в общем-то правильно, хотя, скажем, конечно, состояние его было очень непростое. Медраж связывает его как бы это состояние, то есть как бы тут все сложилось к одному, это состояние ему было нужно, и это состояние ему мог дать только Всевышний, иначе бы, как бы, в шутку говоря, его бы направили на экспертизу к психиатру, и он бы тут же его бы определил и разоблачив. То есть это должно было быть настоящее такое состояние, вот, но сама по себе эта ситуация и как бы есть, так можно сказать, Всевышний подлел к этому Давида, это для того, чтобы ему ответить на вопрос. У Давида были, у Давида естественно, как и у Маше, как у всех великих людей, у него был вопрос, почему в мире есть, почему в мире есть зло, то, что человек воспринимает как зло, и каждый концентрировался на чем-то своем. Маше спрашивал у Всевышнего, почему есть праведник и ему плохо, почему есть злодей и ему хорошо, и в этом он видел самое величайшее зло в мире, и мы понимаем, мы понимаем Маше, то есть он смотрит на мир по-своему, то, что его волнует это награда и наказание, вот получили законы, Всевышний дал законы, или может быть он сейчас даст законы, вот человек исполняет все законы, это гарантия или не гарантия? Понятно, что у него свой взгляд на вещи, у Давида свой взгляд на вещи, как мы с вами говорили, вопрос тот же самый, но как бы в несколько другом свете через другую призму, так сказать, да, у Давида, как мы с вами говорили, особое восприятие, которое, может быть, было у братцов, у Абраама, да, у Давида воспринимает божественное присутствие, божественное присутствие повсюду, причем воспринимает его естественно, ему не нужно отрываться от материального мира, да, как впоследствии говорят о царе Шламо, о его сыне, говорят, что царь Шламо понимал язык птицы, язык деревьев. Мы знаем, что, как понять этот метраж, мы знаем, что, метраж, который основывается на тексте книги Малахим, да, мы знаем, что речь это свойство человека, что ни у птиц, ни у деревьев нету языка. Прочитать это нужно таким образом, да, что царь Шламо понимал язык Всевышнего, которым он говорит с человеком, или говорил и говорит с человеком, когда он сотворил мир, да, и в каждом, каждом творении есть смысл, в каждой птице есть смысл, в том, что она, в том, что она говорит, в том, что она кричит, то, что она появилась сейчас в этом месте, есть смысл, который царь Шламо так или иначе мог понять. В каждом дереве, его форме, его в листочке есть смысл, да, как его понять? Человек, который построил храм, соединил материальное и духовное, он умел понимать язык деревьев, язык Всевышнего, язык Всевышнего, которым он говорит с человеком через материальный мир. Давид, естественно, он обладал таким же свойством, он совершенно, естественно, воспринимал божественное присутствие повсюду, да, и ему не нужно было отрываться от материального мира. Самой большой трагедией для Давида, самым большим злом было отрыв от Всевышнего. Он воспринимал этот отрыв от Всевышнего как сумасшествие, да, сумасшествие. Вот сумасшедший, да, ну вот смотришь на него, может быть, он когда-то встречал людей больных, вот смотришь на него, ну что, он же не понимает, что в мире есть Всевышний, он не ощущает этого, не ощущает этого мира, да, вот, это же ужасно, думал Давид, как есть люди, которые не только оторваны в связи от Всевышнего, они лишены любой возможности приблизиться к нему, почувствовать красоту этого мира и чистоту этого мира, почувствовать божественное присутствие. Для него сумасшествие было самым большим злом. И он сказал Всевышнему, как говорит Медраж на 34-й псалом, да, как-то он сказал Всевышнему, да, все же ты сотворил, это прекрасно, кроме сумасшествия. И Всевышний сказал ему, клянусь, что тебе сумасшествие понадобится, да, но здесь понадобится не только как утилитарное, оно понадобилось Давиду как какая-то утилитарная вещь, через которую он спасся, явление, через которое он спасся, да, но более того, он через сумасшествие понял, что есть уровень, что есть уровень приближения ко Всевышнему, о котором он мог, может быть, подозревать, но он не чувствовал, не переживал до сих пор, да, уровень, когда человек поднимается над материальным миром, и весь материальный мир, он не, как бы, если так можно сказать, не работает, работает что-то другое, прямая, непосредственная связь со Всевышним. Это его переживание, высочайшее состояние, которое можно назвать пророчеством, скажем, многие пророки по-своему, может быть, не так сильно, как Давид, они приближались к этому состоянию. Мы знаем о пророке Ильягу, что когда он стоял на горе Сина, и Всевышний с ним разговаривал, Всевышний подвел его к тому, что есть материальные силы, а есть нечто, какая-то колоссальная любовь Всевышнего, изначальная, неизменная, так сказать, первозданная, которая не связана с материальными силами. Для того, чтобы ее почувствовать, соприкоснуться хотя бы с ней, надо отделиться от материального мира. И вот он проводит при Яуновии и есть и облако, и гром, и есть и огонь, и во всем этом не Всевышний, он говорит, Всевышний Яуновия, потом наступит тонкая тишина, кодь, мама, дока, ты услышишь голос тонкой тишины, и он не говорит, что в голосе тонкой тишины есть Всевышний, но то, что есть в тонкой тишине, то есть то, что за пределом материального мира, в этом есть нечто, что ближе всего к сущности Всевышнего, изначальность, изначальная любовь. Похожее же, с похожим же явлением, если так можно сказать, сталкивается пророк Ихисхель, он видит ангелов, но основа пророческой картины, это как бы то, что внутри есть, так можно сказать, этой пророческой картины, это явление, которое названо хашмами, это свет, по названию которого мы понимаем, что в нем сочетается и разговор, маль, мила, как бы, и хаш, и тишина, вместе и слово, и тишина, то есть что-то, что уходит за пределы слова, которым затворен мир, который скрывается за творением, вот с этим Ихисхель тоже соприкасается, то есть мы видим, что это общее для пророков, для Давида, это тоже как бы, а то, что касается вот этого вопроса, это поиск, поиск, да, ответа, ну как же в мире есть то, что я воспринимаю как слово, машет по-своему, то, что ему важно, Давид по-своему, да, вы просто меня с ног свалили полностью в хорошем смысле слова, потому что это величайшей глубины и ценности комментария от вас только что прозвучал, большое спасибо, более того, я действительно тоже пару лет назад задалась этим вопросом, что для чего сумасшествие, и вы меня сейчас познакомили с тем, что вот я не знала, кому задать этот вопрос, а вы мне только что на него ответили, Баруха Шем, благодарю вас, такое раскрытие. Вам спасибо за спасибо, но это сумасшествие это очень сложное явление, если о нем если о нем говорить, то нужно нужно говорить нужно говорить если заниматься самим этим явлением, нужно заниматься конечно подробней, вот, так что я не думаю, что тут все как бы удалось высказать, но вот это глубочайшая мысль, вот где она и вы мне только что показали, я только что услышала с Божьей помощью через вас большое спасибо. Натали, это ваша способность восприятия, это не рассказывать. можно уточнить по поводу не войдет ОМОН и МОАП в среду Израиля, а все-таки Амалеку, который был проклят в Синишнем, путь был так сказать возможен, где лазейка, от женщин он через женщину или как, каким образом он все-таки попал, и Шмой наверняка же знал, когда приводил, по крайней мере, когда отбирал у него, так сказать, от Шауля, отбирал, так сказать, его назначение, он знал его, очевидно? Вопрос совершенно просто в точку, совершенно правильный, да, проблема то, что, понимаете, ни один наш пласт, я могу, ни один наш пласт комментариев, не будь то Гемара, Медрашим, понимаете, они, к сожалению, даже не задаются этим вопросом, которым вы задаетесь. Есть вещи какие-то настолько глубокие, что для того, чтобы их объяснить, дается иногда какое-то явно поверхностное объяснение. Вы совершенно правильно спрашиваете, в чем, скажем, в чем разница между Амалеком и Амоном и Маавом. Амону и Мааву, по крайней мере, мужчинам сказали, никогда ты не можешь войти в общество Всевышнего. Я не буду сейчас приводить формальное объяснение, которое дает Тора. Амалек совершенно ужасное какое-то, скажем, создание. Против него нету такого закона. Против него действует закон, который говорит нам, что он так же, как он потомок Идома, вот он потомок из Идома, он может принять ги-юр, и как бы проходит три поколения, он вливается в общество Всевышнего, может жениться на ком угодно, и все, закончим. Ситуация очень странная. Я попробую ее объяснить так, как я понимаю, хотя, скажем, не поручусь сто процентов, что это правильно. У Омона и Омона и Мааф, как вы помните, они происходят от Лота и его дочерей, то есть сама изначальная изначальность, как бы корень, он не очень-то, так сказать, приятный. Омон и Мааф, это как сказать, сожительство Лота с его дочерьми. Мы видим, кроме этого, мы видим здесь такое бесстыдство, вызов, потому что сын назван Мааф, это Миаф, это происходящее от отца, то есть явно как бы теперь дальше мы видим, что от Амона и Маафа пошли страшные культы. Скажем, точно в Торе описывается это Бааль-Пиор, Бааль-Пиор это идол бесстыдства, не говоря о том, что это идол разврата, перед которым совершали развратные действия, он еще и идол бесстыдства, как ему служили, кто может совершить самое постыдное действие, самое постыдное действие, он и как бы сделал наибольшее, совершил наиболее высокое служение перед Бааль-Пиором, это очень глубокая идея, понимаете, а вот скажем, это сломать все комплексы, которые есть у человека, у человека в душе есть изначально заложенные какие-то хорошие качества, стопор, ему подавляющему большинству людей халило, не дай бог, трудно убить, трудно сделать, трудно украсть, трудно еще какие-то вещи сделать, а здесь идея сломать все комплексы, которые есть в душе, просто забраться внутрь души, сломать там все комплексы и освободиться от них и быть свободными. Это своего рода тоже борьба со Всевышним на очень глубоком уровне. В некотором смысле современное общество к этому подошло, к таким явлениям. это освободиться от комплекса, сделать наиболее бесстыдно. Кроме того, у Омона и Мааба возник идол, о котором Тора говорит отдельно, это Молых, которому жертву приносили детей или проводили детей через огнем перед этим идолом. То есть мы видим страшное идолупоклонство, свидетельствующее об испорченности души, которое было изначально и которое совершенно никуда не делалось, оно так и продолжается. С другой стороны, Амалек, он враг Всевышнего идиния. Он не хочет божественного присутствия на земле и как он готов с этим бороться, бороться с народом, через который распространяется божественное присутствие. Поэтому мое предположение, я не утверждаю, что Амалеку достаточно отказаться от своей идеи, достаточно отказаться от своей идеи, оставить идею идею уничтожения евреев как носителей божественного присутствия, как тех, через кого распространяется божественное присутствие, которым он не хочет. Амалеку достаточно оставить эту идею и он уже может двигаться, он естественно оставляет эту идею, когда он принимает Дьюг. Дальше он может как-то двигаться за три поколения эта испорченность условно говоря проходит. С Амоном и Моабом не так. Это настолько въевшаяся как бы в душу испорченность, которая Всевышний говорит, они никогда не войдут в общество людей, потому что их душу невозможно исправить. Остается открытым вопрос, почему мужчины не женщины, об этом тоже что-то можно сказать, но давайте мы не будем все сразу. Еще раз я вам скажу, что то, что я вам пытаюсь изложить, это мои соображения, потому что этот класс, к сожалению, ни Гемара, ни Митрашин не поднимается совершенно. Спасибо. И второй мелкий вопрос, если можно. Естественно, Давид не мог прийти с мечом Голиафа туда, в гад, откуда тот вышел. Значит, он очевидно встречался уже со своими сторонниками и передал его, отдал его туда. Это вы правы, это вы правы, то есть повесить на себя меч Голиафа, который, наверное, вы узнали, он его, скорее всего, это вы правильно сказали, вот я сказал, что он пришел с мечом Голиафа, чтобы как наниматься, как наемник, скорее всего, конечно, вы правы, нет, он его спрятал где-то, прежде прежде, чем идти к Кахишу, он спрятал меч Гольята. Явиться туда с этим мечом он даже не мог, это вы правы совершили. Спасибо. Что-то еще хочется спросить? Окей. Давайте, может быть, если, есть у нас пару минут еще, скажем, 5-7 минут есть у нас? Так, есть у вас, есть, я просто, видимо, несколько увлекся в начале урока, отвечая на вопросы, ну, давайте попробуем сделать еще некоторый шаг. Еще один шаг, да? Еще один шаг. Вот, если у меня сейчас папка открыта, то, что будет? Любой кольц, который я выберу из этой папки, поднимется и нет. Так. секунду. Так. Секунду. Ну, вы знаете, что, давайте мы, наверное, все-таки остановимся сегодня, да? вот, потому что тема, которую я хотел поднять, она очень большая, это суд над кавенами города Нов, да? И там есть очень интересный момент, момент, забегая вперед, все ли приказы царя следует исполнять, да? В принципе, у царя, у него неограниченная власть, для всех, кто не исполняет его приказы, он может казнить, да? При этом, да, есть ли обязанность исполнять все приказы царя? Вот этот вопрос мы с вами постараемся поднять в следующий раз, и всем большое спасибо за участие, спасибо за вдумчивые очень вопросы, да? Вот, и опять же, если будут какие-то пожелания, пожалуйста, пишите, да? Мне кажется, что нету смысла бежать, лучше двигаться по тексту, так, как у нас получается, но если есть соображения другие, напишите, и я приму этого внимание. Спасибо большое-большое, я тогда отключаюсь, и всем хорошей недели, здоровья, успехов, и будем надеяться, что наши усилия идут нам в пользу всем, кто присоединяется к занятиям, и даже тем, кто не присоединяется к занятиям. Спасибо.